Всем привет! Сегодня я хочу вам показать очень быстрый рецепт для ужина. Я всегда это готовлю, когда не знаю, что приготовить и не сильно хочется заморачиваться. Получается очень вкусно, очень сытно и в то же время низкокалорийно. Особенно этот рецепт понравится тем, кто любит индийскую кухню, потому что мы будем использовать индийские специи. И давайте покажу, что вам понадобится. В первую очередь я возьму индюшиное филе. С индюшкой, кстати, получается вкуснее всего. Также нам понадобится одна какая-то небольшая луковица. Для этого рецепта я люблю использовать специю, которая называется гарам масала. Эту специю практически невозможно найти в обычных супермаркетах, по крайней мере, я ее никогда там не встречала. Но в каких-то специализированных магазинах по специям именно она там зачастую есть. Поэтому там ее можно купить, либо можно это заменить. У меня здесь есть еще вот такая специя, она называется индийское чудо. В каждом магазине по-разному называются эти специи. В основном это, в принципе, смеси. То есть какие-то смеси индийских специй. Там очень много всего. В гарам масала конкретно больше всего ингредиентов. Здесь есть такие ингредиенты, о которых я вообще даже никогда ни разу не слышала. Но основа это кориандр, сычуанский перец, звездочки аниса, фенхель и так далее. То есть очень широкий такой спектр. Если вы уж совсем ничего похожего не найдете, можете просто сами смешать зиру, куркуму, тот же анис, фенхель и все это продается в отдельности. Также нам понадобится кукурузный крахмал, молоко. Здесь у меня приблизительно где-то миллилитров 200, может быть чуть меньше, там 180. Соль и последнее, что нам понадобится, это мороженое стручковое фасоль. Приступаем к разделке мяса. Резать нужно сразу порционными кусочками. Я, в принципе, особо как бы не отмеряю, какие кусочки. Ну, такие, чтобы удобно было кушать. Не слишком большие, не слишком маленькие. Теперь, что я люблю делать, это поливать немножко его оливковым маслом. И, собственно, посыпать специями. Также немножко посыпаю. Теперь все это перемешаю. И все это пока можно отставить в сторонку, пускай оно немножко замаринуется, буквально ему там пару минут будет достаточно. И теперь переходим к нарезке лука. И, кстати, если у вас тоже чувствительные глаза, вот вам отличное решение для того, чтобы нарезать лук. Я сейчас только так это и делаю, потому что у меня глаза безумно чувствительные. И каждый раз, когда я режу лук, я потом могу плакать часов 5, наверное, даже когда уже все приготовлено. Значит, начинаем нарезать лук. Лук я нарезаю для этого рецепта достаточно мелко. Приступаем к обжарке лука. Я, прошу прощения, я еще побуду немножко в этой маске, потому что иначе я тут буду плакать до завтра. Сразу делаю среднюю температуру жарки. Немножко я тоже оливкового масла туда добавила. И обжариваем буквально немножко до прозрачности. Следующим шагом туда пойдет наше индюшинное мясо. Оно как раз немножко потомилось в этих специях. И отлично сейчас будет жариться. Как только наше мясо поджарилось, переходим к фасоли и тоже добавляем ее сюда. Мясо не должно быть на этой стадии уже полностью готово. Оно должно быть вот так вот обжарено со всех сторон, но без корочки. Если слишком сильно пережарить, оно будет сухое. И продолжаем все это томить на чуть менее, чем в среднем огне. Чтобы наше блюдо не было сухим, я об этом, кстати, не сказала сначала. Ну и если вы любите, как бы это опционально, можно добавить еще немножко соевого соуса. Это тоже очень классно сочетается с этим блюдом. Вообще это блюдо, на самом деле, я его слепила из того, что было называется. Готовится очень быстро. И из того, что есть под рукой. По сути, на этом мы можем уже и заканчивать, потому что блюдо уже полноценное и можно вот в таком вот виде его и кушать. Но я добавлю еще последний штрих. Возьму столовую ложку кукурузного крахмала. Добавлю его и сразу разбавляю все это дело молоком. И кукурузный крахмал здесь сработает как загуститель, то есть будет у нас такой, как сливочный соус. И делаем мы это, кстати, тогда, когда уже у нас полностью все готово, то есть можно уже снимать и кушать. Загустевает практически тоже сразу, поэтому постоянно помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Последний штрих. Посыпаем все это кунжутом. Соус уже практически загустел полностью, поэтому выключаем плиту и можем уже раскладывать по тарелкам. Ну а то и все. Наше блюдо полностью готово. Надеюсь, вы попробуете этот рецепт и убедитесь в том, насколько это вкусно, насколько это быстро и в то же время еще и полезно. Если будете готовить по моему рецепту, обязательно выкладывайте в социальные сети с хэштегом PPBeautyBenefits. Я с удовольствием всегда смотрю на то, что у вас получается и получают у вас комментарии какие-то положительные. Меня это стимулирует еще больше для вас стараться готовить и придумывать что-то интересненькое. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! Вау! Ну, тушь очень яркий цвет имеет. То есть это действительно такая тонирующая тушь. Я ее сейчас нанесла. Пускай она у меня чуть-чуть подсохнет. Я смогу сформировать мнение, почему избавляюсь от того или иного продукта. Это первое видео из двух, потому что продуктов у меня здесь накопилось, как обычно, очень много.